Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем говорить о комплексах с инфинитивом И на этот раз у нас речь пойдет о prepositional infinitive complex О нем вообще мало говорится Обычно людей хватает на complex object, на complex subject и все Дальше энтузиазм иссякает И более того, prepositional infinitive complex это по сути Предложный комплекс, который есть разновидностью Complex object, оборота со сложным дополнением Наверное, поэтому ему уделяют мало внимания Итак, возьмем типичное предложение со сложным дополнением И посмотрим, как его можно трансформировать в предложение с prepositional infinitive complex I want you to help me Ну, самое такое простенькое Вот что-то в этом роде Итак, напомним себе Что у нас обязательно должно быть подлежащее subject Дальше у нас main verb, мое сказуемое А дальше у меня первое дополнение Object number one То есть это может быть местоимение, может быть существительное А дальше у меня второе дополнение Object number two То есть это мой infinitive Это классический complex object То есть здесь все так, как в книге Никаких осложнений Вот я понадписываю, чтобы было сразу все видно Теперь возьмем другое предложение Где-то в чем-то оно будет похоже I wait for you to help me Что мы имеем здесь? Опять же, вроде как начало все то же самое Опять у меня подлежащее subject Опять у меня основной глагол main verb И вроде бы как и дополнение у меня тоже есть Вот оно И вот вроде бы у меня и infinitive тоже стоит Но у меня между двумя дополнениями и основным глаголом появляется предлог И вот это и есть мой, по сути, prepositional infinitive complex Его иногда называют предложный комплекс infinitive Ибо здесь предлог Вот поэтому он и предложный И поэтому вся вот эта вот структура Вот это вот Вот это все Вот это и есть мой prepositional infinitive complex Согласитесь, что сходство с обычным complex object очень даже сильное И, пожалуй, можно было бы сказать Ну и что это разновидность complex object Подумаешь, чего в жизни не бывает Все очень просто Давайте его запомним и будем знать Но Дело в том, что prepositional infinitive complex имеет более широкий функционал, чем обычный complex object Complex object это просто сложное дополнение Не более того, это два слова, по большому счету, которые стоят после главного сказуемого Все На этом вся его роль заканчивается В то время как предложный комплекс может в предложении быть, в принципе, чем угодно Он может быть и дополнением, он может быть и обстоятельством, он может быть даже подлежащим иногда Поэтому стоит уделять ему внимание Стоит обращать на него внимание Потому что, ну, в общем, это достаточно интересная вещь Ну вот, посмотрим, как это может быть Я так и напишу Роли Предложение Ну, пусть будет Какие у предложного комплекса могут быть роли в предложении Ну, первое Такая роль, которую мы, наверное, все знаем Это обстоятельства В английском это принято называть adverbial Хотя, строго говоря, понятие обстоятельства Ну, в английском языке немножко не такое, как у нас Вообще, структура предложения чуть-чуть иначе все это называется Но сейчас не об этом Короче говоря, предложный комплекс может быть обстоятельством Как это может быть? Ну, вот возьмем такое предложение Скажем, классика жанра It is difficult For me To help you Мне трудно тебе помогать Вот что-то в этом роде Что я имею? Значит, ну, у меня все, как всегда, вроде бы подлежащее Это, кстати, безличное предложение Поэтому subject здесь чисто фиктивный Никакой особой роли он не играет Дальше Сказуемое, главное, у меня тоже такое себе Оно по большому счету Да, его надо иметь в виду Его надо переводить Оно может быть в любых временах Но, сами видите, явного действия у меня как бы нет И is у меня непосредственно связано со словом difficult Поэтому я вот так вот сделаю Продолжу Потому что difficult по сути является продолжением моего is То есть трудно А дальше у меня начинается, собственно, мой оборот У меня вот предлог И дальше у меня первое дополнение И дальше у меня второе дополнение Вот таким образом Вот мое обстоятельство Поскольку you связано напрямую со словом help То можно сделать вот так Что это его как бы продолжение Трудно мне помогать тебе Будем говорить, что это обстоятельство следствия То есть вследствие какой-то причины Мне там трудно вам помочь Что еще здесь может быть? Может еще быть обстоятельство цели Вот если здесь следствие То здесь будет цель То есть мы сделали что-то для чего-то Вот что-то в этом роде И это, например, может быть такое We bought a van for us to travel to the country, допустим То есть мы купили микроавтобус Чтобы ездить за город Что мы имеем здесь? Значит, опять у нас подлежащее Subject, все нормально Дальше у нас сказуемое Ну, в данном случае это полноценный нормальный глагол Значит, ну вот Вот такой в прошедшем времени Почему бы и нет А дальше начинаются какие-то вещи Значит, ну, допустим, здесь у меня стоит дополнение Но Это дополнение Вот это вот Никакого отношения к комплексу Оно у меня не имеет Оно может быть, может не быть Равно как и вот это вот Прилагательное Или наречие Которое вот стоит здесь Да, оно стоит перед комплексом Но к нему оно не относится А дальше у меня предлог А дальше у меня первое дополнение И второе дополнение И дальше как бы продолжение по смыслу От инфинитива, зависящие слова И вот мой предложный комплекс Вот он здесь расположился Это цель Мы купили машину для чего? Чтобы ездить в деревню Вот таким вот образом Итак, оказывается, предложный комплекс Может быть обстоятельством Это самое типичное его употребление Обычно его так и употребляют Обычно он так и встречается Но есть еще нюансы Кроме того, что он может быть обстоятельством Он естественно, поскольку он происходит От комплекс-обжект Естественно, он может быть обжектом Он может быть дополнением Как это может происходить? Ну вот возьмем такое предложение Сейчас я что-нибудь Что-нибудь быстренько насочиняю Даже более того Я, наверное, посмотрю наверх У меня, по-моему, похожее предложение Вот оно Я даже ничего придумывать не буду I wait for you to help me Вот это вот оно Здесь у меня Prepositional Infinity Complex Выступает в роли дополнения Вот именно так оно и выглядит То есть сразу после глагола Предлог И дальше вся структура Ну вот я даже Не буду я ничего сочинять Я его перепишу сюда I waited For you To help me Я жду, что ты мне поможешь Или дословно Жду тебя помочь мне Почему так получается? Дело в том, что есть глаголы После Для которых Чтобы была связка с дополнением Нужен предлог Есть глаголы, которые могут без предлога употребляться Но есть такие, которым обязательно нужен предлог И wait Это один из таких глаголов Таких глаголов очень-очень много Более того, наверное, большая половина Всех, которые есть в природе И поэтому Волей-неволей у меня получится Предложный комплекс Тут ничего не поделаешь Итак, у меня for state Это мой предлог Дальше у меня первое дополнение Дальше у меня второе дополнение То бишь мой инфинитив С зависящим от него Словом Вот здесь И вот это вот есть Все мое Prepositional инфинитив комплекс И, наверное Так, чего бы еще сюда добавить Да Кроме того, что Этот оборот может быть Дополнением Он может быть еще и Определением То есть, показывать Какие-то признаки Как это может выглядеть То есть, по большому счету Это adjective Как бы, условно говоря Так, значит Я даже так и напишу Это будет немножко примитивно Немножко упрощения Но суть именно такова То есть, будет отвечать на вопрос Какой Ну, вот скажем Значит Так, сейчас я что-нибудь придумаю Ну, вот такое, например There is Nobody For him To consult with Или to speak to Лучше Или to talk Вот что-то такое Попроще Итак, значит Что у меня У меня опять Фиктивное, по большому счету Подлежащее Которое ничего не делает Это безличное предложение Дальше у меня Вроде как Main verb стоит Так и есть Main verb Прекрасно Дальше у меня Дополнение стоит Которое Никакого отношения Опять не имеет К моему обороту Стоит и стоит Себе на здоровье А дальше у меня Опять начинаются чудеса У меня стоит Предлог Дальше у меня будет Первое дополнение И дальше у меня Второе дополнение То бишь Мой инфинитив И вот Дело сделано После этого инфинитива Могут еще какие-нибудь Слова стоять Это просто такое Маленькое Примитивное предложение Поэтому здесь Вот так вот То есть Не было никого С кем бы ему Можно было поговорить Вот так это будет Переводиться Если дословно Не было никого Для него Чтобы поговорить Ну Такое дело Значит Что здесь еще Интересно Почему это Считается дополнением Потому что Не было никого Какого То есть Какого рода людей Не было С которыми Можно поговорить То есть Возможно Люди там и были Но поговорить С ними было нельзя Вот в таком вот Роде Вот это вот Определение Далее Чем еще Может быть Оборот С инфинитивом Предложный И уж Если на то пошло Ежели У нас Оборот Мог быть Дополнением То есть Обжектом Вот как здесь То в принципе Ну хотя бы Чисто теоретически Он может быть И с обжектом Он может быть Подлежащим И Так оно и есть Он действительно Может быть Подлежащим Да Это немножечко Такой Теоретический Момент Вряд ли В повседневной Жизни Вы встретите Такие предложения Но Как бы там ни было Они существуют И В литературе И Очень часто В официальном Стиле Такое можно встретить Ну вот Судите сами Если допустим Я сейчас быстро Что-нибудь такое Придумаю For us Допустим Допустим To study Here Is a good chance Ну допустим To start A career Ну Что-то в этом роде Не суть важно Предложение Немножко топорное Но Значит Что мы имеем Для нас Учиться здесь Это хорошая возможность Начать Какую-то Трудовую карьеру Или Начать Продвигаться В какой-то Профессии Вот таким вот Образом Почему бы и нет Вполне жизненное Предложение Такое Можно где-то И даже И встретить Но что я имею Что у меня Здесь подлежащее Подлежащее У меня Это вот эта Вся вот эта Громадина Вот Вот это все Вот это Subject И частью Этого Subject По сути Всем этим Subject Является у меня Оборот с Инфинитивом For Опять у меня Предлог Дальше у меня Первое дополнение Стоит Дальше у меня Второе дополнение То бишь Мое Мой инфинитив Строго говоря Это не дополнение Даже уже Ну просто Как уже Мы привыкли Говорить Так уже говорим Ну и Here Это слово Связанное Со словом Study Вот таким вот Образом Да Это немножко Мудреная структура Надо уметь Так выражаться Но Как бы там ни было Она же есть Есть И дальше У нас Main verb И дальше После главного Глагола У меня Кстати Опять стоит Complex object У меня Получается Первое дополнение Вот здесь Good chance И дальше To start a career Вот оно Опять То есть у меня По сути Все предложение Состоит из Двух оборотов Первый оборот У меня является Подлежащим Второй оборот У меня является В данном случае Сложным дополнением Ну вот Такое вот Может быть Далее Чем еще Может быть Предложный Комплекс С инфинитивом Значит Номер 5 Это будет Часть Сказуемого Или можно сказать Именное Сказуемое Я честно говоря Не знаю Как правильно Я напишу Часть Сказуемого В английском Предложении Дело в том Что По большому счету Все члены Предложения Делятся на Две Группы Это Подлежащий Subject И Предикат Так называемый То есть Predicate Это Глагол Со всеми Связанными С ним Словами А как правило Слова Связаны Либо С подлежащим Либо С глаголом Других Не бывает Поэтому Все то Что связано С глаголом Называется Predicate У нас Иногда Так и говорят Predicate Ну и Образ И вот И вот Вуаля Вот мой Prepositional Infinitive Complex Вот он Здесь Можно было бы Сказать Что это Дополнение В каком-то Смысле Это Дополнение Потому что Часть Предиката Это Как правило Дополнение Это Определение Это Обстоятельство Как бы там Ни было Все то О чем Мы говорили Немного Выше Ну допустим Вот здесь Вот Это тоже По сути В каком-то Смысле Часть Предиката Ну Дело Такое Поэтому Самое Общее Правило Можно Вывести Такое Что Prepositional Infinitive Context Может быть Как частью Подлежащего Так частью Сказуемого И все Будет Очень просто И можно Не морочить Голову Себе Со всякими Умными Названиями Там То Объект То Adverbial То еще Чего Нибудь Но Как бы там Ни было Имейте Ввиду Что Ваш Оборот Этот Предложный С инфинитивом Может гулять По предложению То есть Не надо Думать Что Предложение Обязательно У меня Должно Быть Безличное It is Difficult For me To help You Да Такое Можно Конечно Говорить Именно В школе Именно Такую Иллюстрацию Всегда Приводят И более Того В каком-то Там Видео Об этом Обороте Я именно Такую Иллюстрацию И привожу Потому что Ну просто Знаю Что людям Так привычнее Но Если посмотреть На предмет Шири Оказывается Что Ну жизнь Немного Сложнее Чем книги И собственно Говоря Мой оборот Может быть В какой Практически В какой Угодно Роли В моем Предложении Это будет Нормально И все Зависит От меня Как его Там Употреблять В любом Случае Имейте Ввиду Что Предлог For Характерен Для оборота С инфинитивом Именно Предлог For Никакой Другой Ни Up Ни To Ничего Другое Именно For Поэтому Пусть вас Всегда Настораживает Когда у вас После Глагола Основного Стоит For Возможно Дальше У вас Как раз И оборот С инфинитивом Скриншот Всего Этого Будет По ссылке В описании Видео Спасибо За Внимание Подписывайтесь 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 Подписывайтесь